Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами узнаем имя лучшего фрирайдера на планете, потому что я буду комментировать фрирайд соревнования Natural Selection, а именно финальный этап на Аляске. А что оценивают судьи? Это креативность, риск, стиль, грэбы, приземление, сложность и вообще в принципе overall это общее впечатление. Пять критериев. Первая попытка. Крис, rise, Travis, rise. Крис так подкрадывается к вылету, немножечко делает поворотики, делает поворотики, поворотики, пока показывает мастерство поворотов. Он делает backside 360. Хорошо. Ну, ребята, а где у вас дроны? Почему вы показываете? Вот дрон не FPV-шка какой-то летит, плоская картинка сверху. Нельзя ощутить вот этого напряга в булках, который на самом деле у человека есть, потому что там вот эти акульи плавники, они выглядят устрашающе, когда ты едешь по ним. Сейчас мы этого устрашения абсолютно не видим. Операторской, операторской команде. Большущий дизлайк абсолютно точно на этих соревнованиях. Какой-то трэш. Подождите, ну такая хуйня. Действительно только на эти что ли? Ну и делает фронт с 360 с какого-то пупыря, приземляется на пузо. Сложный дроп, сложный вообще. Трэвис Райс у нас сейчас на склоне, и мы уже сможем по его попытке понять. Обыграет он. Ой-ой-ой, бедный Крис. Крис Райсман попал просто под тяжелую артиллерию. Делает бэкфлип Трэвис Райс, и потом дикое падение на бэксай 360. Но он взял слишком много ходов. Кстати, это один из любимейших дропов Трэвиса Райса. Он, блин, он его в прошлом году прыгал, и в этом он знает этот рельеф. Он реально знает этот рельеф. Многие ребята здесь просто первый раз. А Трэвис Райс кое-что знает об этих местах. Давайте смотреть. Баллы. Крис Райсман 74, Трэвис Райс 78. Оба упали. Но, видимо, Трэвис Райс был более агрессивный. Пролеты более амплитудные. Но, несмотря на падение, он впереди. Джаред Элстон и Микки Сисерелли. О, Микки Сисерелли это очень крутой фристайл-райдер, который на Кубках мира выступал в Бигейре, насколько я помню. Джаред Элстон у нас на старте. Присмотрел какую-то линию, похожую на... О, это же вроде похожий маршрут, как Трэвис Райс ехал. Делает пока спокойные поворотики неспешные. Ну, вот эти дропы, они больше похожи на женскую программу. Но Джаред Элстон справляется с этим. Смотрите, едет. Ну, вот второй коптер за ним. Ну, покажите со второго коптера нам кадр. Ну, елы-палы. Ну, вообще непонятно. Там он прыгнул с высоты трехэтажного дома. Бэксет трешечка. Супер. Пока что очень аккуратно едет. Никакой скорости вообще не добавляет. Помните, да? Проезд Трэвиса Райса. Раз-раз, и он уже внизу. Еще одна Бэксет трешечка. Красиво. Вообще молодец. Технично. Технично проехал. Профессионально. Микки Исс Рейли на старте уже едет на первый прыжок. Вот это ракурс, друзья мои. Вот это действительно видно, что ни хера не понятно, куда ехать. Скалы эти торчат. Снега не то, чтобы прям ультра много, но как бы он есть. Вот он прыгнул, первый дроп увез, едет дальше. Интересно, насколько сильно он хорошо ориентируется. Ой, как отлично! Очень, очень хорошо пролетел. Видно, что снега не слишком много. Но это был мега амплитудный прыжок. Здесь просто не может сделать поворот, потому что снега мало. В каких-то местах много, в каких-то мало. Видимо, заветрился снег. Я делаю ставку на Микки Исс Рейли. Все-таки он за счет своего большого прыжка переиграл Джарльда Эрстона. Смотрим баллы. На 2 балла, как я и говорил. Миккель Исс Рейли обогнал. Следующая пара. Дастин Крэйвен и Блейк Пол. Едет первый Дастин Крэйвен. Не помню этого парня, на самом деле. Что он за... Какие-то заслуги его и так далее. Блейк Пола, знаю, подписан на него в Нильзаграме. А, Дастин. Возможно, он 720 прыгает постоянно на соревнованиях. Сложный трюк. Причем фронтсайд. Фронтсайд 360 сейчас прыгнул. Такой разминочный, да? Ну, фронтсайд 720 очень редкий трюк. Делает метод грэб. Немножечко притормаживает. Смотрим. Пока что чего-то мега сложного я пока не увидел. Что-то прямо из ряда вон выходящего здесь я не увидел. Возможно, ребята еще раскатываются. И все. И на этом он закончил. О, он в тени едет. Охренеть! Ничего себе, блин. Жесткое падение. Прям воткнулся. Штопором. На старте Блейк Пол ультра стильный райдер. Который, кстати, выиграл на прошлом Natural Selection в прошлом этапе. Такой на задние ножки постоянно на расслабоне ездит. Блин, стилек у него вообще шикарный. Ну и при этом, при всем, он очень стабильный. То есть, реально попадает в такие передряги. И как-то вообще не падает и выезжает из них. Смотрим, что же он нам покажет здесь. Выбирает линию, по которой никто не ехал. Так. Так. Пока что мы не видим ни одного трюка. Друзья, неважно, катаетесь вы также во фрирайде или катаетесь по трассам. Всем нам нужна офигенная снаряга по хорошим ценам. Все это есть в одном месте на Мегамаркете. Маркетплейсе с миллионами товаров, в том числе и горнолыжными. Там сейчас еще и черная пятница. Поэтому товары для спорта до конца ноября можно купить с максимальной выгодой. И повышенным кэшбэком до 70% бонусами Сберспасибо. Например, вот такой вот сноуборд. И чехол к нему будет стоить всего 61 290 рублей. И при оплате картой Сбера вам вернется 25 745 бонусов Сберспасибо. Которыми можно оплатить до 99% стоимости следующих покупок. Если у вас есть подписка Сберпрайм или Сберпрайм Плюс, выгода будет еще больше. Даже Трэвис Райс закупился бы на Мегамаркете, если бы знал про него. Но демонстрирует нам повороты. Как же ему хорошо и прекрасно. Это мы все понимаем, можем прочувствовать. И делает Бэкси 360 просто на последнем пупыре. Ну даже не знаю, кто тут. Блин, очень близко шли, ребята. Да, Синк Рэйвен. Да, получил больше баллов. Бен Фергусон Миккельбэнк. Два супер стильных парня. Невероятно. Бен Фергусон, он в основном катался в пайпе. Выступал на X-Games. То есть у него много титулов во фристайл с ноубординге парковом. И вот он все-таки распробовал фрирайд. Но посмотрим, сможет ли он приготовить это блюдо сегодня вкусным, чтобы нам понравилось. Ну мне нравится его заход. Делает очень качественный дроп. Необычный заход на локацию. Пока что никто не делал такого. Дальше пытается прорваться на другую сторону. Опа! Реально куда-то пошел рыть пещеру. Я не знаю. Или все-таки продолжать свою попытку. Хорошо. Бэксит трешечка. Такая очень-очень низкая. Я думаю, что будет еще трюк. Будет еще трюк. Прям как горный козел запрыгивает с одного хрита на другой. Пытается разогнаться. Пытается найти вылет. И постепенно крадется. Насколько я понимаю, ребята будут вообще абсолютно на разных локациях здесь кататься. Потому что эту уже локацию они выкатали в хлам вообще. Но необычный прыжок он делает. Да. Все. Миккельбэнк. Его соперник на трассе. Также Миккельбэнк в прошлом был в тройке точно на X Games в дисциплине Slope Style. То есть он вообще в парке начинал кататься. Ну и потом перелез в Backcountry Freeride. На самом деле уже очень давно. И выиграл, кстати, он Natural Selection первый. Видите, что он творит, сволочь? Fronts at one 80 switch, backseat, one 80 out. На каком-то пупыре. Он где-то на Аляске. Тут вокруг какие-то трещины, расщелины. Ни хрена не видно. Охренеть. Делает Backs at 360 в какую-то бездну. Куда он едет? Кто-нибудь из вас видит? Он вообще в курсе, что тут... Ну, можно и заблудиться, и потеряться вообще-то. Но Миккельбэнк тут очевидно. Очевидно. Да. Забрал. Очень, очень, очень креативно, мощно, сильно. Друзья, ну а если вы хотите так же круто кататься, как Миккельбэнк, или хотите изучить азы сноубординга и не падать каждые 5 метров, вам нужны мои видео уроки по сноуборду. Они подойдут как совсем новичкам, так и уже опытным райдерам. Всю подробную информацию ищите по ссылке в описании. Итак, девочки на старте, Кими Фасани. Вы могли видеть в интернете, это девочка, у которой был рак груди. Ей вырезали, короче, рак груди. Такая жесткая операция. И все нормально, она восстановилась. Хорошо катается во фрирайде, потому что просто так на эти склоны тоже людей допустить нельзя. Вот, больше я про нее ничего не знаю. Мы сейчас посмотрим, как она катается. В целом, повороты делает довольно уверенно. Сейчас будут первые прыжочки. Конечно, девчонки, они всегда супер лайтово. Бум! Неплохо она, блин, гасит-то вообще. Дропчик был, ну такой, прям будь здоров. Очень радуюсь, когда девчонки делают хотя бы какие-то трюки. Я прям радуюсь больше за них, что они, в принципе, сделали какие-то трюки. Делают бексы 360, даже отсаживается немножко на заднюю ногу. Но это не проблема, он реально выезжает этот трюк. Довольно сложно будет, сейчас его перебить, скажу так. Едет Лена Хайт. Что, опытная? Очень опытная сноубордистка. Вот, розовые штанишки. У нее отличительная черта. Так. Медленно крадется к дропчику. И... Видно, что, да, вот на таких дропах, когда реально большой дроп, тело расслабляется. Ну, то есть, адреналин впрыскивается. И нельзя уже настолько быть сфокусированным в мышцах на приземлении. И такое бывает, что просто человек теряет контроль. Типа просто на жопу падает. Или на ноги приземляется, и все. И ноги типа ватные, такие мягкие становятся. И не уезжается трюк. Похоже было на то. Вот прям очень сильно похож был ее дроп на это. Что она, ну, не справилась. Ну, естественно, здесь выигрывает Кими Фасани. Просто выигрывает с большим отрывом. Вот. Девчонок, конечно, намного скучнее смотреть. Тут такая. Спокойные кадры для эстетики. Тут, конечно, Кими 80 баллов против 71. Ого! А что это за азиаточка? Она, кстати, американка. То есть, у нее азиатская внешность, но это американская сноубордистка. Хейли Лэнгленд. А, блин, либо я вообще отстал от мира сноубординга, либо Хейли, она чемпионка в пайпе. Она чемпионка X Games в пайпе. Или даже там, значит, пять мира. Ребят, загуглите, напишите. Не хочу вам врать. Я за женским сноубордингом, прям за несколькими девчонками только слежу. Потому что они реально интересные вещи показывают. Просто выходят за рамки женского сноубординга. Просто пушат всю индустрию именно женского сноубординга. Они просто делают какие-то сейв-трюки безопасные. Ну что? Хороший дроп. Сейчас сильно ее ускоряет. О, она, кстати, выстояла на ногах. Еее! О-о-о-о! Вот это да! Запульнула аж два раза. Хейли вообще в космос. Такого. Передала привет Юрию Гагарину. Она все выехала без трюков. Но было мощно. Да, на меня произвело впечатление это. А вот малышка Зои. Юная сноубордистка, которая вообще выступает везде, где дают выступать. На чемпионате мира, на Олимпиаде занимала места. X Games выигрывала там в дисциплине. То ли слаб стоял, то ли бегер, не помню точно. Ну и что? Прошлый Natural Selection она также выиграла. То есть, ну, я даже не знаю. Желтая курточка, ее цыпленка. Вообще бьет все рекорды по ней, по этой курточке, по ее белокурым волосам. Мы ее узнаем из тысячи. Вот. Пока едет в траверсе, куда-то она едет. Куда-то она пробирается. Убирается, да, до какого-то дропа. И в целом, да, прыгает. Но, к сожалению, этого слишком мало. Чтобы Хейли перее... О, еще здесь падает все. Хейли Лэнгланд в первой попытке. О, да ладно. Смотрите, прям разница в баллах супер. Маленькая. У нас началась вторая попытка. И прямо на старте Крис Райзман делает телевизора. Пятой точкой разбивает копилочку. Прямо на старте своей попытки. Видимо, встал не с той булки. Он сегодня. Но посмотрим, что за хлебобулочное изделие. В виде своего проезда он сегодня нам испечет. Будем ли мы довольны? Это будет булочка с маком. Булочка с корицей. Или даже с повидлом. Ну, я же надеюсь, все-таки на третий вариант. Чтобы именно так мы и отреагировали. Ребята, это булочка с повидлом. Просто, ну, нереально. Повидло столько, что булочку не видно. Фронтсайд 720. Недокрученный. Каким-то чудом. Я даже не знаю, какому богу он молится, что он выехал этот трюк. И еще здесь бэксайд 720. Просто какой-то бешеный пес. Откуда он сорвался с цепи, я не понимаю. Зачем прыгать в попытки? Две семерки. Никому не понятно. То есть, что он пытается этим доказать. Это просто на все бабки. Такого я не видел. Две семерки в одном проезде. Во фрирайде. Мы должны пересмотреть. Потому что это... Как опасно. Посмотрите, фронтсайд 720. Это просто мрак. Он не докрутил 90 градусов. Вы только посмотрите. Это же чудо какое-то. Все. Теперь... Он мог так разложиться. Прикиньте, Трэвису Райсу 40 лет. Да? Он херачит наравне со всеми ребятами, со всеми райдерами. И просто дает просраться этому молодняку. Потому что он выиграл прошлый Natural Selection. Просто настолько выиграл, что я даже... Ну... То есть... Вообще... Молодежь смотрела на него реально. Брала пример. Ой-ой-ой. Ой. Какой интересный маршрут он выбирает. Охренеть. 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 Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Дядя. Ой-ой-ой. Куда ж ты полетел? Охренеть. Помните такой есть видос? А... Такой мужик едет по фрирайду и там песик. И он такой... Песик, песик. Ты куда? Ой-ой-ой. Собака ты куда? Ой-ой-ой. Песик. Песик может обратно? С головы. Охренеть. Охренеть. Ай-яй-яй. Ай-яй. Вот это страшно ему было наверное. Ну мне было бы страшно. Факт. Снега мало. Блин. Снежка маловато. Че-то он там... Короче затупил. Затупил. Тревис. Ё-па-р-с-э-т. Он был кстати на волоске от того, чтобы вообще сдохнуть. Серьезно. Ну черепно-мызговую травму получить. Потому что, к сожалению, в начале прошлого сезона потеряли такого сноубордиста как... Блин, как его зовут-то? Со Словакии или со Словении. Я даже на X Games за ним смотрел. Он в начале сезона в Back Country тоже прыгал без шлема. И ударился головой об камень и умер. У него семья. Там он крутой сноубордист. Короче, жуткая херь. Поэтому, ребята, одевайте шлема. У нас вторая попытка. И Крис Райсман получает 73 балла, а Тревис Райс 55. Но в следующий раунд проходит человек, у которого был наибольший балл по двум попыткам. И это оказывается Тревис Райс. Увидим его в финале. У нас вторая попытка Джареда Элстона. Настолько... Она, видимо, настолько была неприметная, что я даже не запомнил, что он делал. Бэксой 360. Выполняет очень собранный, стилевый. Едет, никуда не торопится. Показывает нам бэкфлип. Хороший техничный проезд. Видите? Всегда сбрасывает скорость, оттормаживается. А вот, кстати, на этом пупырике уже два человека прыгнули. И он третий! Хорош! Да, мощный проезд. Три хороших прыжка. Вот. Я бы очень хотел посмотреть, как вот на этом дабл дропе с головы камера, как она снимает. Вы даже не представляете, какие там... Ну, что видит перед собой человек. Это Атас. Он делает еще 540. Это он охерел, что ли? Это хамство, друзья. Это реально хамство. Почему? Потому что, ну, слишком хорошая линия. Чтобы ее перебить, я даже не знаю, каким монстром надо быть. Ну, Миккель Сесарелли должен на все бабки пойти. Пока что Джарри Делстон нам показывает лучшую линию на этом споте за все соревнования, которые были на данный момент. Ну, в этот день. В прошлом году-то знаете какие проезды были? По ссылочке вот можете посмотреть. Там видео с прошлого года с этих же соревнований. Ну, что, Миккель Сесарелли должен действительно показать нам чудо. Сможет ли он показать нам чудо? Ну, явно оно должно произойти. Потому что Джарри Делстон сделал действительно выдающуюся линию. Пока что мы видим один трюк, да. Съем. Ой! А вот этот трюк, другие друзья. Этот трюк я делаю очень часто. Очень часто я его делаю на Красной Поляне. Вот. Называется он Головонок. Пока съем вишенку. Ну что, смотрим. Мне кажется, Джарри Делстон точно так. Точно. Точно его обогнал. Да. 87 баллов. Дастин Крэйвен. Он в прошлой попытке обкатал Блэйк Пола, которого я нахваливал вам. Почему-то Дастин Крэйвен мне и внешне напоминает какого-то вампира. Вот. Эм. 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 Есть ли у этого вампиреныша несколько жизней, мы сейчас узнаем. Ха-ха. Но эти дропы, конечно, нам на что-то намекают. Что у парня отсутствует страх. Но и отсутствуют трюки в этой попытке. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Хочется больше мяса. Друзья. Но чтобы выполнять такие кульбиты. видеть элементарно приземление под ногами. Используйте. Используйте хорошую оптику. И я могу посоветовать только свою маску. которую мы производим. В которой я катаюсь уже пятый сезон. Самое главное, что здесь офигенная вентиляция. И линза на магнитах. Сняли. Поменяли линзу. Надели. Поперли дальше. Снимается легко. Но если вас начнет колбасить на приземлении. Линза никуда не отлетает. Проверял. Не раз. Разные расцветки. Белые. Черные. Разные абсолютно линзы. Для солнечной. Для пасмурной погоды. В описании к этому видео. Переходите. Заказывайте. И наслаждайтесь катанием. У нас на старте. Блейк Пол. Это парень. Который может показать серьезный уровень. Он хитрюга. Какой спортивный дух. Блин. У него проснулся. Повторяет свою прошлую линию. По тому же маршруту. Он едет. И хитрит. Да. Легче ориентироваться по трассе. Посмотрим. Сможет ли ему помочь эта хитрость. Обкатать Дастина Крэвина. Потому что у него была попытка неплохая. Прошлая. Пока что что-то он крадется. И видимо высматривает невероятный дроп. Но я буду надеяться на это. Потому что если его не будет. То собственно. Зачем мы здесь все собрались. О. Май. Гад. Детка. Ребята. Я. Съел эту прелестную вишенку. А его. Бэкса 720. Оказался. Таким же. Сочным. И вкусным. Как эта. Вишенка. Которую. Я. Съел. Пример для подражания. Бэкса 720. Во фрирайде. За это. Я и люблю. Блейк. По. Охренеть. Ребята. На 1 балл. Дастинг Рэйвен обогнал Блейка Поула. Охренеть. Жалко. Да. Хотелось бы посмотреть на Блейк Поула. Но надо было сразу же с первой попытки газовать. Ну а он расслабил булки. И пролетел. Бейн Фергуссон. Микель Бэнк. Заключительно. Вторая попытка. В первом раунде. Посмотрим кто же выйдет. Вперед. Юп. Твою налево. Просто. Это жесть. Это реально жесть. Ну там пятиэтажный дом. Прыгает. Делает фронтси 360. Тут реально размер пятиэтажного дома. Зачем он. Ну как что. Что. У него в голове. Было. Когда он делал этот трюк. Неужели он вспоминал. Как он в детстве. Занимался паркуром. Прыгал по гаражам. И. Тогда вот. Кстати. В те времена. Мы вообще ни хера не боялись. Вот вы вспомните. Только. Когда вы. Паркурили. По железным. Гаражам. Вокруг бутылки. Шприцы. От наркоманов. Бомжи. И вы. Между этими. Гаражами. Через них. Через всех. И вам абсолютно насрать. Чего мы только не творили. Да. Прям как Бен Фергусон. В этой. Попытке. Залезает на мощный дроп. И его уезжает. Очень. Сильно. Я его перехвалил. Потому что. Он прямо в конце. Ну и ладно. Давайте еще раз посмотрим на этот прыжок. Просто с пятиэтажки. Просто. Блин. Гляньте на это. Охренеть. 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 Очень круто. Очень круто. Я. Я в восторге от таких прыжков. Ну просто. Очень далеко. Очень жестко. Туда. Просто прямой-то прыжок. Оттуда страшно прыгать. Микель Бэнк. Ну не знаю. Блин. Бен Фергусон конечно такую херню сотворил. Не знаю. Упал. Упал в конце. Сможет ли ему ответить достойно Микель Бэнк. Микель Бэнк способен на это. У Микеля Бэнка прошлая попытка кстати вообще лютая была. Фронция трешечку делает. Кстати здесь за падение не сильно снимают. Тут важна больше важны трюки. Важны проезды. То есть в совокупности. Смотрим. Бену Фергусону к сожалению не хватило баллов. Потому что Микель Бэнк в первые попытки уже заработал 90. Но такую вещь. Такую связку. У меня решили отжать мою печеньку. Фитнес печенька. Я худею. А у меня отжимают. Единственное удовольствие. Вот ребята которые прошли в следующий раунд. Это Трэвис Райс. Джарри Дейлстон. Дайсинг Рэйвен. Микель Бэнк. Сейчас девчонки вторая попытка у них. Кими Фасани. Которая показала себя с хорошей стороны. Зарекомендовала. Прыгнула трюк. Прыгнула хороший дроп. Карабкается где-то сейчас там опять в скалах. Не может проехать. Ну если мы говорим кстати про соревнования ФВТ. Это чемпионат мира официальный. Здесь это просто собираются ребята фристайлисты. Которые очень круто прыгают со скал. И устраивают соревнования между собой. Есть там чемпионат мира во фрирайде. Там ребята не так много трюков делают сноубордисты. Но там условия катания намного жестче. По льду там и всей херне. Так вот если бы она была в ФВТ. Ей бы уже сняли охренеть как много баллов. Потому что у нее нет флюидности. Потому что она наверху где-то карабкалась. Что-то стояла на месте. За это снимает много баллов. Зачем ты облила меня кофе. Как не облила молодец. Ну вот. Всегда классно наблюдать за падениями в конце. Ха-ха-ха. Ржака. Да. Хотя я вот смотрю на Чарли Чаплин или кого там. Я не смеюсь. А когда сноубордисты падают. Прям вообще обожаю поржать. С чем-то связано. Да. Профо деформация какая-то. О. Посмотрите с головы как эти кадры выглядят. Когда Кими пыталась там где-то это пыталась проехать. Что-то мало нам показали. Пока девочки доедут до старта. Это можно вот в вечность реально проходит. Мужики в два раза быстрее едут. Приходится перематывать. Ну что. Елена. Розовые штанишки Хайт. Сейчас постарается все-таки взять инициативу в свои руки. Посмотрите блин какой рельеф да. На Аляске. Посмотрите вот едет. Сзади вот коптер. Так плывет. Очень все выглядит. Охеренно. Футуристично. Просто туда. Шаг влево. Шаг вправо. И вы уже куда-то. Летите. Летите вниз башкой. Вот. Выбирает интересную линию. Почему? Потому что никто по ней не ездил. Видно. Что едет она первым следом. Но. Даст ли это ей преимущество. Чтобы она. Сделала трюк. Да. Хорошо. Я честно говоря смотрю. Ну. Да. Возможно она перебила. Кими Фасани. Честно говоря. Если здесь. Ну. Может быть еще что-то сделать. Но. Линия. Достойная. И линия. Интересная. Потому что. Еее. Да. Да. Скорее всего она перебивает. Кими Фасани. Именно первую попытку Кими. Кими. Я бы. Вообще. Кадров. Из головы. В tigers. Вげ. Что. Смотрим. Поехал mejor. леночка розовые штанишки просто ну да оценили линию очень круто такие же замечательные розовые штанишки можно купить в магазине кант а мой промокод даст вам хорошую скидку ищи его в описании выгодно закупайся и будешь самым модным на склоне у нас заключительная пара у девочек хейли ленгланд и зои хейли такая китаяночка кореяночка или японочка америк вообще а гражданство не американская она очень круто катается в pipe x games выигрывает и здесь показывает с торпером как кататься во фрирайде вот в общем посмотрим получится ли у нее сделать какой-то трюк удивить нас пока она просто ползет по склону ползет и делает дробь 1 кстати этот был до дабл дробь и все и уезжает вниз больше ничего интересного за это проезд не было такой вот женский фрирайд у нас злой врывается просто с каким-то олли с какой-то скалы видно идет только динамично у нее такая техника реально динамичная и уверенная то есть она едет поворот ух поворот ух поворот нет такой сумбура в движениях то есть это конечно это конечно хорошо вот но главное главное на так на таких движениях сильно не газовать около а вы не классно не знаю кстати сможет ли она перебить хейли но но блин проезд прикольный кстати зои иногда прыгает бэкфлип короче в соревнованиях именно фрирайдовых я вообще пищу от восторга в эти моменты но я думаю что до зои определенно проходит следующий раунд да 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 так и вышло елена хайт и зои проходит супер файнал нам показывают где будут финалы ребят просто на вертолете отвозят на другую часть горы просто чтобы они покатались и сделали свои финальные попытки гора не супер длинная как отсюда ну видно и рельеф конечно сумасшедший чего они опять там собираются делать разве можно какой-то трюк тут исполнить хотя бы просто проехаться бы ну что дарри дейлстон против тревиса райса у нас полу финалы джарри дейлстон стартует ребятушки на него смотрят делает бэкс и трешечку ой снежочка то здесь поболее до едет с кайфом съемочки более динамичные но проездик ведь какие как я и думал как будто покороче да ну пупырики хорош еще трешечка ой а майкла джексона исполнил видели вообще да как прогнула его креветочкой после приземления но определенно здесь мы ему добавляем балл за умение выживать трэвис райс стартует делает ту а делает бэкс этого найти что же он задумал наверное кэп 540 все это в свече трэвис райс едет если вы не понимаете типа парень в такой местности чисто в свече балдеет оп-оп-оп или это своя стойка скорее всего это его стойка он там сделать switch бэкс и 108 здесь делает бэкс 360 агрессивный агрессивный проезд ничего не скажешь действительно агрессивный в стиле трэвиса райса как будто он просто ехал и по ситуации уже понимал чё происходит и чё я там делаю чё прыгаю джаред элстон напоминайте это у нас булочка с повидлом или нет о май гад просто ну да я бы отдал джарду элстону в любом случае здесь точно преимущество но один балл преимущество это конечно не супер много микки бэнг дастин крэйвен в полуфинале любопытно как они смогут как они смогут понимаете этот склон обработать распаковать фронт и трешка отличная от миккельбэнга неужели это все тоже проезд динамичный трешка хорошая дастин крэйвен делает пару вылетов его просто подкидывает на хребтах но он у нас может сделать фронт сет 720 на самом деле он любит делать этот трюк делает бэкс 720 плохо уезжает и я думаю что я думаю что миккельбэнгу поставят даже больше баллов хотя он сделал трешку я скажу так это склон для полуфинала а финал вообще будет в другом месте то есть имейте это в виду нет дастину крэйвену поставили на полтора балла больше чем миккельбэнгу ну что вторая попытка джареда элстона и кей булочка с повидлом распакует ли он свой потенциал здесь на этом споте было вую вот то но вот это креветочку он исполняет болен техника очень классная на самом деле делать такие трюки с естественного рельефа где нет не подкопан трамплин где ничего такого нет это очень и очень сложно чё ты творишь вообще просто его колбасит в разные стороны он просто помогает своему телу крутиться в воздухе знаете как космонавты в автодро в этом в иллюминаторе и здесь он делает сальту вообще просто парень сорвался с цепи космонавты до в иллюминаторе у так крутит там вообще на космической станции так и джареда эльстона в разные стороны крутила на этом спуске и он как-то выжил и сделал больше чем половину трюков кстати смотрим тревис райс тревис райс находится в низшей позиции потому что он хуже проехал прошлую попытку на 80 баллов джарь дэйлсон на 81 балл посмотрим ой 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 вот это мясо и здесь сальтуху ёпарас это круто и это реально круто это ну это много баллов прыгнуть вон тот дроп который вы видели это мясо честно блин и корявые операторы они нам показывают давайте вот посмотрим давайте давайте посмотрим 720 ну даль далековато просто видите перекрутил корявые операторы нам тревис райс плохо показывают то есть почему плохо потому что основной прыжок тревиса райса вот 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 посмотрите если бы у него камера с головы вот показали бы нам вот этот прыжок с головы просто мясо просто какой-то бонг через какой-то дикий пупырь скала сколько высотой там хрен поймешь вот так когда фронтально снимают нихера непонятно смотрим да как я и предполагал тревис райс батя на аляске тревис раз выиграл соревнование natural selection финальную серию именно на аляске в прошлом году и в этом году он опять в финале куда этот усатый морж реально рвется просто его не остановить микельбэнк и против дастина крэвина микельбэнк в низшей позиции меньше на полтора балла у него за прошлую попытку сейчас нужно точно рисковать видите как хорошо бог ты мой услада для глаз это фронт сайт 540 это 180 ну и просто вы посмотрите какой стиль как красиво как классно не напрягаясь нежно проехался по этому спуску на этом да и на это приятно смотреть дастин крэвину нужно реально порвать жопу действительно чтобы обкатать сейчас микельбэнга делает метод греб за это ему большой респект и вот фронт сайт 720 ну ну вопрос не знаю бакс и трешек хорош вот кстати прыгнул 720 но уехал плохо но за вообще за сам перформанс отдельно спасибо дайте посмотрим полностью эти попытки пусть мне посмотрите 540 отличное приземление отличный греб вытяжка класс и здесь он делает еще 180 круто также дастин крэвин смотрите сейчас делается такой метод греб красивый и прыгает фронт сайт 720 но приземление приземление конечно такое на тоненького видите она вообще на жопу сел вообще на жопу ноутбэкса трешечка хорошая да не знаю судьи что скажут судьи загадка мы сейчас посмотрим сейчас барабанная дробь микельбэнг да микельбэнг а выходит вперед причем дастин крэвин больше радуется за микельбэнга чем за себя чушен так обрадовался может он не понял что то в общем да трэвис райс микельбэнг в финале это очень любопытно очень любопытно что же будет список финалистов у девочек елена против зои а вот и ребята трэвис райс против микельбэнга на старте елена хай это финал возможно будет три попытки кстати половиной опасности все хорошо даже таких сильных славов не было вообще даже намека какого-то но то что сегодня может кого-то закопать вот в этом плане в этом плане конечно ребята молодцы выбрали ждали видимо сидели погоды либо и либо так сразу же повезло пока елена просто просто показывает нам как можно наслаждаться и кататься на сноуборде делая повороты да мы блин ты конечно молодец и мы рады тебя мы рады за тебя но не от всего сердца делает дабл дробь гребчик неплохо тут конечно непонятно девчонки иногда просто едут это думаешь блин либо что-то произойдет действительно интересная либо она просто поворотами спустится и никакого экшона нам ждать не надо но делает дабл дроп уезжает вот ну вот да примерно так зои финале это ее первая попытка выезжает куда-то там то ли лед ёппер с этой зоечка куда ж ты там трактора ратрака включила на заднем канде просто проскребла все что можно делает фронт сай 360 причем с гребом красивый чуть ли не врезается в какую-то полу и и это не останавливает просто зоечка боец она идет до конца будут еще трюки сейчас сальтуху сделает может быть мне не будет с летушку я чувствую эту жопой чую что она прям выискивает понимаете как жертву как охотник как леопард в ночи выискивает место где можно сделать сальтуху здесь просто прыгает так ну блин не знаю кстати не знаю как расценит девчонок как бы у лены как будто такой поинтереснее дропы были там дабл дропчики такие а зои как-то прыгнула трешечку и очень очень на безопасном делает едет в эту линию хотя вот смотри вот на этом прыжке елен лена прыгала дабл дропа зои ну тут большие вопросы давайте еще раз посмотрим трешку охренеть просто сейчас другого ракурса посмотрим она чуть ли в скалу в эту не приземлилась это жесть смотрим на один балл зоя обогнала елену хоть на один балл очень близко микель бэнк против трэвиса райса это у нас финал и очень классный очень длинный прыжок ну он уже в конце трассы но что это такое но в самом деле но здесь хоть что-нибудь ой чуть-чуть его заживала до заживала его на вылете слишком рано начал закручиваться и упал на ну ребят неужели трэвис райс будет победителем второй год подряд на аляске но это просто ни в какие ворота старый усатый морж если что его так по-доброму называю старый мусор клетиво но хотя на сноуборде посмотрите как он катается это к вопросу о том не поздно ли начинать кататься на сноуборде просто посмотрите что делает этот мужчина на неужели он хочет опять выиграть на аляске конечно хочет хочет показать всю свою мощь до агрессивно едет о чем сигнализируют вот эти славы слева справа ведь снег скатывается то что агрессивный поворот агрессивно оттормаживается гость скорость до едет динамично пока что да и падает очень динамично ведь упал и по покатился дальше отчет не понял даже трюков что ли не было зачем а там небольшие трюки он сделал конечно ну и здесь сейчас может покажет что-то а вообще даже не запарился просто объехал блин непонятно то ли это склон для финала то ли для чего же за детский сад как херня где жесть я думаю прямо финале сразу же жестко будет прям смотрим на баллы но мне кажется трэвис райс трэвис райс в первой попытке больше баллов заработал но в любом случае дальше до трэвис райс 80 баллов лена розовые штанишки тоже едет опять будет демонстрировать нам для засыпаю просто я не знаю четыре уже чашки кофе выпал я смотрю на девочек и засыпаю реально пока не доедут до какого-то вылет под вечность пройдет друзья знаете где вы не будете засыпать это конечно же в моем telegram канале и нельзя грами там не публикую эксклюзивный контент обучалки приколы и куча всего интересного бегом подписывайтесь по ссылкам в описании я как бы отдаю себе отчет что там это все очень очень жестко выглядит если камера с головы бы нам показала где она вообще находится может она заблудилась кстати ну то есть тут реально очень легко просто просто потеряться не сориентироваться здесь она уже находит какой-то прыжок да хорошее место здесь вообще никто пока не проезжал она его нашла а вот уже на этом пупыре многие прыгают поздравляю трешечку сделал молодец ребята нам показали посмотрите это от первого лица кадр вот я про это и говорю ведь вот таких кадров блин не хватает посмотрите что происходит какая-то херева щи просто какие-то валуны справа слева все это выдутый снег жесткий и все это такие траншеи для того чтобы снег сверху скатывался и тащил тебя вниз вот и это довольно опасно выглядит жутко вот вот на такие проезды классно смотреть именно с головы именно вот валяст на аляске когда ребята катаются очень круто смотреть с головы проезда зои 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 в прошлой попытке обогнала ой какая ты умница боже мой вы я ребята я смотрю на зои и вижу пример для подражания по что я такую трех я должен прям очень сильно постараться чтобы сделать в таких же подобных условиях но она умница может здесь будет бэкфлип нет просто прыжочек но все равно очень уверенно очень круто ну просто за такую трешку стильную мощную определенно лайк и хороший балл и здесь еще дропчик вообще супер 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 молодец да 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 что-то будет еще делать интересно думаю нет ну я думаю да нормально ты уже сделал или или хочешь еще хочешь еще она просто спустилась все а ну здесь еще что ли у нас тут дабл дроп такой небольшой ну да я о-о-о-о-о молодец все я думаю зои да зои точно закрепилась в лидирующей позиции ох охранять зои определенно хуже проехала первую попытку чем вторую но ей дали баллов меньше что-то судейством какие-то траблы будет ли третье будет ли третья попытка непонятно может быть или все таки а зои зои умница она выигрывает natural selection тур а она выиграла прошлый этап насколько я помню и выиграла еще этот зои ну хватит дай уже кому-нибудь какую небольшую фору а я думаю что она и дала форм потому что она не прыгала даже бэкфлип в этих попытках выиграла все с трешками микельбэнг вторая попытка она определит кто же чемпион микельбэнг в прошлой попытке проехался не очень трэвис райс в уже обогнал по прошлой попытки но в этой попытке он может поправить ситуацию делает фронт сайт 3 у но приземляется на жопу примагнитила его жопку к мягкому снежку прям как мою задницу примагничивает после катания на диван когда я очень сильно устаю и так трэвис райс непонятно хватит ли ему баллов с первой попытки чтобы обогнать микельбэнга или нужно сейчас напрячь булки трэвис райс в роли усатого маржа ёпп рэ какая хорошая попытка но прям идеально приземлился и не вывез ну обидно 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 расстроился я думаю что он короче непонятно уехал было бы классно я думаю что он будет дальше потом начал разматывать пока что делает просто прыжочки ну все он что-то расстроился видимо все расстроился не хочет дальше особо трюки то делать да все расстроен едет вниз у нас прошлая попытка 80 баллов трэвис райси микельбэнк 71 смотрим все таки во второй попытке сколько баллов у кого непонятно необычно трэвис райс о май гад трэвис райс опять выигрывает natural selection да ладно это просто жесть второй год подряд второй сезон подряд на аляске трэвис райс выигрывает напомню вам друзья трэвис райс это основатель этих соревнований natural selection он также в них принимает участие и аляска это прям его второй дом он постоянно там катается он знает эти места он эти споты и выбирал под соревнования небольшое читерство небольшой бонус у него есть да то есть к в каких-то местах он прям видно прыгал уже и не раз на каких-то дропах поздравляем нашего любимого маржа усатого с такой победой если вы не смотрели фильм арт of light обязательно посмотрите там трэвис райс в расцвете своих сил творит невероятную дичь это один из лучших фильмов про сноубординг не знаю совпадение это или нет что трэвис райс выиграл соревнования которые он сам и организовал ребята пишите свои комментарии что вы думаете по этому поводу как вам соревнования а также обязательно можете поддержать вот эти обзорчики вот это комментирование донатом на моем бусте ссылку оставлю в описании чтобы я уже наконец-то с вашей помощью поехал на аляску и сам катнул по этим склонам показал это все вам а также у меня же много обзоров прошлых соревнований и начерал selection и чемпионат россии что я только не обозревал x games некоторые сейчас на экране а весь список соревнований которых я комментировал также я оставил его в описании к этому видео надеюсь вам понравилось всех обнял и всем пока